Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Язвенная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Им болеют около 12% взрослого населения. Чаще заболевание встречается среди горожан. Возможно, это связано с психоэмоциональным фактором или питанием. Мужчины болеют язвенной болезнью чаще, чем женщины, ну а женщины в основном заболевают в среднем возрасте. Что же такое язва и каковы причины ее возникновения? Попробуем разобраться сегодня. Наши доктора в студии, представители Самарской городской больницы номер 7, Екатерина Корнева, врач-терапевт, заведующая дневным стационаром, и Николай Абанин, хирург. Добро пожаловать. Здравствуйте. Вот любое заболевание практически можно взять, и я вам скажу самый популярный метод лечения. Почувствовал себя плохо, прислушался, беспокоит, пошел в аптеку. В данном случае у нас боли в области желудка, а нет ли что-нибудь у вас от желудка. Выпили сколько-то таблеток, чаще всего ножпа, наверное, предложат. Полегчало. Ну и слава богу, и забыли. Когда боли возвращаются, уже ищут, наверное, другой способ лечения, спрашивают, а вот к какому доктору обратиться, а куда пойти и так далее. Коль скоро мы сегодня говорим с вами о язвенной болезни, то каковы ее симптомы, при которых вот совершенно точно нужно не в аптеку бежать, а к доктору? Ну, самый главный симптом – это боль в верхней половине живота. Могут появляться голодные боли, ночные боли. Боли… Такой симптом, когда боли могут исчезать при приеме пищи. То есть, когда человек принимает пищу, через некоторое время боль проходит. Да, или прием антоцидных препаратов тоже. Боль может проходить. А в течение какого времени к этой боли все-таки можно поприслушиваться? Неделю, две, три? Чем раньше обратиться к доктору, тем прогноз будет намного благоприятней. То есть, лишний раз лучше сходить, да? Одним из опасных проявлений является кровотечение, которое не вызывает болевых ощущений. То есть, болей, как правило, нет. Но человеку беспокоит слабость, утомляемость. Если человеку в уровне не обращается, ну, через какое-то время, сутки-двое, может заметить бледность кожных покровов. У всех сейчас практически есть тонометры снижения артериального давления, пациенты замечают. Вот. Ну и самым отличительным признаком является этот черный стол. Лексиобразный, скажем так, в медицинских кругах, называется мелена. Вот. И, к сожалению, вот эта картина практически бессимптомного течения доводит пациентов до тяжелого состояния, когда врачам приходится действительно спасать жизнь. То есть, не заниматься лечением заболевания, а спасать жизнь больного. Одновременно лечить заболевание, которое это вызвало. Ну, мы условно назвали сегодняшнюю программу мужская болезнь, но это абсолютно не означает, что язвенная болезнь... По статистике, 4 к 1. То есть, мужчины страдают чаще. Вы уже заговорили о том, что бывает язва желудка, болывает язва двенадцатиперстной кишки. Я вот выписала для себя, заинтересовала меня портрет язвенника с поражением желудка. Мужчина средних лет или пожилой, худой, с недовольным выражением лица, часто морщится, крайне разборчив в еде. Это про желудок. А компания других язвенников, это где двенадцатиперстная, курящая, любящая поесть, выпить и повеселиться, люди они шумные, заводные, отнюдь не истощенные, едят с аппетитом. При язвенной болезни, как правило, аппетит не изменяется, может даже повышаться аппетит. У нас есть несколько схем, может быть, на их примере разберем. То есть, сначала, как это происходит, а потом уже будем выяснять, почему. Ну, и существует много факторов, которые влияют на развитие язвенной болезни. Ну, считалось, что важнейшим это бактерия Helicopacter pylori, которая попадает в желудок, начинает там активно размножаться, соответственно, пагубно влияет на слизистую желудка. Но одна она не приведет к развитию язвенной болезни, соответственно, должны быть еще факторы. Это стрессы, это курение, это алкоголь, это наследственность, это, да, и прием, неконтролируемый прием каких-то лекарственных препаратов. То есть, само по себе Helicopacter живет и живет в организме, да? Она у 80% населения бывает, но далеко не каждый болеет язвенной болезнью. Заболевание эволюционирует с человеком и связано по большей части с его жизнью. То есть, постоянные стрессы, невозможность, скажем так, адекватного соблюдения диеты, то есть еда в сухомятке, употребление полуфабрикатов в пищу, что немаловажно, к сожалению. Это очень распространено. Вот, употребление различных газированных напитков, то есть, к сожалению, имеет место, вот, и поэтому, к сожалению, язвенная болезнь желудка молодеет, и двенадцатиперстные кишки, то есть, молодое население. Родители же не запрещают маленьким детям пить газированный напиток, к сожалению. Ученые все-таки спорят, и есть еще версия, что это все ни при чем, то, о чем мы сейчас говорили, и что это вирусное заболевание. Что вы скажете на это? Ну, пока не доказано. Не доказано. То есть, обнаружили геликобактер пилори, за что доктора получили Нобелевскую премию в свое время. Вот, но сейчас, скажем так, научные круги считают, что, ну, имеет место быть, то есть, но не у всех, к сожалению, геликобактер пилори является виновником. Но пока мы все-таки придерживаемся того же вредных факторов. Они больше склоняются к, скажем так, к теории секреторной. То есть, повышенная выработка соляной кислоты, пепсина, на уже, скажем так, травмированную слизистую, скажем так, обусловленную неправильным питанием, либо другими внешними причинами, приводит к повреждению слизистой. Большинство проблем возникает после того, как пациент прошел курс лечения, заметил положительный результат, и в дальнейшем к врачу не обращается, а помня предыдущий результат, сам идет в аптеку, покупает этот препарат и пьет. Это плохо? Это, к сожалению, плохо. Потому что, допустим, человек, дабы закрепить результат, вместо пяти дней пьет таблетки месяц. И такое бывает. Мне казалось, что наварок получится побыстрее, и закончится этим. То есть человек в некоторых случаях сам виноват, скажем так, в своих проблемах. Сам себе обеспечивает язву. Да, то есть, ну опять же, нежелание постоять в очереди, посетить врача. Ну конечно, у кого же такое желание возникает. Пройти обследование, но это, к сожалению, чрезмерная самоуверенность приводит к таким вот проблемам. Можно ли говорить о наследственной предрасположенности к возникновению язвенной болезни? Ну, существует такая теория, то что наследственность все-таки играет определенную роль в развитии язвенной болезни. Вы говорите, существует теория. То есть это не подтверждается у вас ежедневно и ежечасно? Ну, ежедневно и ежечасно, конечно, не подтверждается. Ну, когда расспрашиваешь пациента, то есть анамнез собираешь, ну, чаще всего выявляется то, что родители, бабушки, дедушки были какие-то либо проблемы с желудком, гастриты, либо язвенная болезнь. И еще о причинах и симптомах. Говорят, что выявлена связь, я с группой крови человека, и что чаще болеют люди с первой группой крови. Да, такая теория есть, и, скажем так, по статистике это подтверждается. Не всегда, конечно, не все сто процентов с первой группой являются язвенниками. К счастью, имея первую группу отрицательную, я не являюсь язвенником. Хотя по тому описанию, которое вы дали в начале программы, да, худощавые, да. Но вы еще должны быть постоянно недовольны жизнью для этого портрета. Ну, периодически, конечно, бывает, но мы стараемся видеть хорошее больше. Вот, то есть медицина прошла большой цикл своего развития, и статистика занимает немаловажный положительный баланс, который дает нам картину общего заболевания. Поэтому есть определенные симптомы, есть клиника заболевания, вот, на основании чего доктор в первые часы, в первые минуты может по разговору с больным, по его внешнему виду определить, поставить предварительный диагноз. В дальнейшем пациент должен пройти определенные виды обследований. Вот, давайте про обследование. Екатерина, вот, вы заподозрили у человека язвенную болезнь. Какой самый эффективный метод диагностики? Сразу же отправитесь давать на хеликобактер? Ну, нет, конечно. Фиброгастродиоденскопия. Я считаю, что это самый эффективный и самый достоверный метод диагностики язвенной болезни. Так как врач может посмотреть пищевод, желудок, 12-перстную кишку. При обследовании любой дефект виден будет на обследовании, будет виден дефект. При этом обследовании можно также провести биопсию, то есть отщипнуть маленький кусочек слизистый и в дальнейшем отправить его на гистологическое обследование. Ну, это то, что больные между собой называют глотать лампочку. Да, все правильно. Вот, и то, чего, в общем-то, все пытаются избежать. Ну, это достаточно неприятная процедура, но она практически безболезненная и занимает всего лишь, ну, 5 минут. Да, мне кажется, даже еще может быть и меньше, да, очень кратковременная. Ну, и сразу же вопрос, в последнее время все-таки сами аппараты для проведения данного исследования, они меняются, становятся более щадящие процедуры? Соответственно, да. Аппаратура, так же, как и медицина, развивается дальше, то есть сейчас выпускаются аппараты более гибкие, более тонкие по диаметру. Ну, скажем так, с новейшими покрытиями, которые не травмируют слизистую, вот, но, несмотря на уменьшение диаметра и размеров, эти аппараты позволяют провести максимальное, как бы, обследование. То есть помимо биопсии можно измерить кислоту, кислотность желудочного сока, можно, скажем так, использовать для выявления геликобактер пилори вне язвы, язвенного дефекта. А также, помимо проведения исследований, этот аппарат позволяет проводить определенные виды лечения тех же самых язв. Наверное, какое-то прижигание, да, могу предположить? Есть в экстренных ситуациях для остановки кровотечения применяется, то есть когда зажимаются зажимы специальными клипсами сосуда, либо вводятся препараты, инъекции, которые вызывают спазм сосуда. Используются методики лечения язвенных дефектов, то есть с применением нитрата серебра, который вызывает асептическое воспаление и с последующим рубцеванием стенки слизистой. Ну, а есть, наверное, более щадящие методы, ну, какое-нибудь рентгенологическое исследование? Ну, рентгенологическое исследование существует с барием, но это достаточно длительно, то есть когда пациент выпивает сульфат бария, это рентгенолог на протяжении 20 минут делает несколько снимочков. Но оно может быть альтернативой? Нет, фиброгастроскопия все-таки самая достоверная информативная. Он может выполняться и используется в тех моментах, когда пациент по определенным медицинским показаниям или противопоказаниям не может пройти фиброгастроденоскопию. Методика используется с целью выявления дефекта, слизистой, то есть как документальный факт. Есть методики, которые позволяют, ну, это, скажем так, в более таких современных клиниках, допустим, используется... Радужку глаза посмотреть? Ну, радужка глаза это не совсем, то есть используются специальные капсулы, которые имеют в своем, в своей структуре камеру. То есть человек проглатывает капсулу, запивает водичкой и она, пробегая по просвете кишечника, через пищевод, в желудок, делает снимки. И, ну, не всегда это, скажем так, поскольку капсула движется свободно, она не всегда может обнаружить этот язвенный дефект. Может, да, к сожалению. Может, да, к сожалению. Ни тот угол, ни тот ракурс. Хорошо. Как сложно вылечить язвенную болезнь? Как долго ее лечить? Ну, активная медикаментозная терапия, если язва неосложненная, длится как две недели. В соответствии с сочетанием с диетой, существуют различные схемы лечения язвенной болезни. В основном включает она в себя два антибиотика, препараты, которые снижают активность соляной кислоты и препараты, которые образуют защитную пленочку на слизистой желудка. Но я хочу остановиться на том, что терапия все-таки должна подбираться строго индивидуально. Эдикаментозная. Ну, вот вы сейчас опять говорите о том, что не нужно пойти в аптеку и попросить чего-то самостоятельно. Не нужно пойти в аптеку и попросить чего-то самостоятельно, а нужно пойти к доктору, чтобы доктор подобрал индивидуальное лечение. То есть это не одна единственная схема? Это не одна единственная схема. Схем существует несколько. Насколько вероятно полное заживление? Вообще это возможно? Если на ранних этапах, да, возможно. То есть происходит рубцевание язвы, и человек к ней может не возвратиться всю жизнь? Да, достаточно длительная эмиссия. Или она непременно должна когда-то открыться вновь? Не обязательно. В 90% случаев заживление происходит. Единственное, что немножко у нас расходится мнение, опять же, как всегда, между терапевтами и хирургами. Да, давайте поспорим. То есть язва 12-перстной кишки рубцовится в пределах 14 дней. Язва желудка на фоне лечения рубцовится в течение 28 дней. Все связано именно с активностью соляной кислоты. То есть желудки, она свежая, более активная, поэтому на процесс уходит чуть больше времени. В 90% случаев пациент получает стойкий результат при соблюдении дальнейших рекомендаций. То есть это сезонное лечение, соблюдение диеты, отказ от бесконтрольного приема медикаментов, отказ от курения, злоупотребление алкоголем. Отказ от приятной жизни. Ну, к сожалению, надо выбирать между хорошим и лучшим, поэтому... А может быть, к счастью, надо выбирать. Пациент, скажем так, должен принять то, что диагноз язвенная болезнь, к сожалению, дается ему практически на всю остальную жизнь. Рецидивы возможны и, к сожалению, вероятны. После проведения консервативного лечения, если достигается хороший стойкий результат, помимо медикаментозных и остальных рекомендаций, больному, опять же, рекомендовано в течение первого года прохождения ФГС, в течение первых трех лет прохождения ФГДС один раз в год, в дальнейшем хотя бы раз в два года, для того, чтобы контролировать процесс. Потому что язва рубцуется и образуется рубец, который, к сожалению, приводит к сужению, к деформации. В зависимости от первоначального дефекта, его диаметра, глубины, рубец может быть довольно сикрубым. И в дальнейшем возникают состояния, которые, к сожалению, даже при отсутствии язвы, нередко требуют хирургического вмешательства. Так же, как и рецидивы и повторные осложнения. – Екатерина, часто ли вы отправляете своих пациентов к хирургу? – Ну, в основном к хирургам попадают пациенты самостоятельно. – Минуется, когда уже поздно просто обратились. – Минуется, терапевтический этап, да. Это пациенты, которые абсолютно не следят, не соблюдают диету, не лечатся медикаментозно даже при выявленных язвенной болезни. Поэтому достаточно часто пациенты попадают к хирургам. – И что делает хирург, да, с такими пациентами? – Ну, к сожалению, менталитет нашего населения такой, что операция – это самое страшное, что может произойти в жизни. – Вот, и всеми способами пытаются проразить свое лечение консервативными способами, народными средствами. – Чем-нибудь. – Да, то есть чем-нибудь. И, к сожалению, хирурги получают, несмотря на то, что в стране проводится программа диспенсеризации, и одно из заболеваний, которое постоянно мониторируется Министерством здравоохранения, язвенная болезнь относится к этой группе. К сожалению, мы получаем, скажем так, больных в довольно-таки запущенных состояниях. Вот. То есть мы имеем две группы. Больные с острыми состояниями, такие как перфорация и кровотечение, и больные с хроническим состоянием. Это длительные существующие язвенные дефекты, либо их осложнения, такие как рубцовый стонус привратника, вплоть до декомпенсации, когда пища совсем не проходит из желудка дальше. А вот. И есть еще третья группа, когда человек длительное время, страдающий язвенной болезнью, не следил, не выполнял необходимые диспансерные мероприятия, мы имеем, к сожалению, запущенные онкологические заболевания. То есть, к сожалению, язва желудка... То есть язва может перерасти? Язва желудка, к сожалению, малигнизируется, то есть превращается в рак. Не у всех, к счастью, пациентов, но у определенного процента, то есть по последней статистике, то есть где-то около 30 процентов. Это является, скажем так, проблемой больных, связанной болезнью желудка. Больные, связанные болезнью с перстной кишки, немножко могут вздохнуть, то есть у них такого осложнения практически не наблюдается. А что из себя представляет операция? Операции также делятся на две группы. То есть при острых состояниях, при перфорациях, если пациент обратился практически сразу, доставленной бригадой скорой помощи, либо обратился сам в течение первых нескольких часов, час-два, пока не развился перитонит, больному в большинстве случаев выполняется по новым стандартам операция сечения язвы и дальнейшее ушивание этого дефекта. Язвенный, этот иссеченный кусочек, ниша отправляется на исследование, опять же. При кровотечениях в большинстве случаев мы пытаемся, то есть перфорация это абсолютное показание к оперативному лечению, по экстренным показаниям ушивание. В некоторых случаях делается операция по резекции, если язвенный дефект довольно-таки больших размеров, и ушить его не представляется возможным. То есть убирается часть желудка? Часть желудка, то есть две трети, как правило, желудка убирается. Когда пациента направляют на хирургическую операцию, естественно, он туда не хочет. Вы правильно сказали, что это, наверное, считается самым страшным. Он, естественно, не может определить, нужно ему это делать, либо не нужно. Он не может определить, делать ли эту операцию в той клинике, в которой прикреплен, либо нужно поискать какую-то частную клинику. Что вы могли бы порекомендовать? Вот приговор, нужна операция, как вести себя больным? Как правило, это не приговор, это исключительно необходимость, потому что пациент подводится к необходимости выполнения оперативного вмешательства путем выявления абсолютных относительных показаний и исключению противопоказаний. То есть просто так, вот у вас с язвой надо оперироваться, никто не говорит. Обязательно больному проводится весь комплекс необходимых обследований. И пациент обязательно ставится в известность о том, что вот на сегодняшний момент сложилась такая картина, что если мы не будем делать операцию, то возникнут осложнения, с которыми потом при всей, скажем так, мощи здравоохранения в лечебном учреждении не справиться. И может возникнуть летальный исход. То есть пациенту по своей практике, работая в поликлинике, с пациентом приходится встречаться не один раз, если вот ставится вопрос об оперативном лечении. Но, как правило, пациенты, страдающие язвенной болезнью, к этому приходят, с хронической язвенной болезнью, приходят сами, ну, по статистике, проболев 10 лет. Из вашей практики как бывает чаще? Ходят все-таки на консультацию к нескольким докторам, для того, чтобы понять, нужна вершина связи. Ходят, обязательно ходят, обязательно консультируются. И, наверное, это может быть даже где-то и правильно или нет? Это правильно, потому что, скажем так, есть гастронтерологи, которые занимаются терапевтическим профилем лечения, есть хирурги. Взгляды немножко расходятся у всех. Говорят, что хирург сразу категорически резать, не дожидаясь перитонии. Хирург будет предлагать операцию при наличии абсолютных показаний. То есть рубцовый стеноз, длительные незаживающие язвы, целующиеся язвы, то есть когда имеется две язвы, друг напротив друга, да, соприкасающиеся. Вот это что касается плановых. Что касается экстренных, ну, перфорация, жизнеугрожающее состояние. Здесь уже, наверное, вопросов нет. По экстренным показаниям, да. Кровотечение – это в большинстве случаев больного нужно стабилизировать, поэтому проводится в течение нескольких дней консервативная терапия, вплоть до переливания компонентов в крови. В дальнейшем, опять же, с больным проводится беседа, но при возникновении повторного кровотечения, которое остановлено либо не остановлено, больному все равно предлагается, и тут решается, скажем так, вопрос уже и больным, и родственникам, но вплоть до, скажем так, собирается консилиум из врачей, с представителями руководящих звеньев учреждения лечебного, и выносится вердикт, что больной, ну, к сожалению, иногда бывает. Больной нуждается в операции. Потому что больной, теряющий кровь в определенный момент из-за недостатка кислорода в крови, просто не может адекватно оценить свое состояние, ситуацию. Давайте тогда сейчас уже будем подводить итоги нашего разговора. Для чего мы говорим о том, чтобы обязательно к врачу не терпеть, не ждать, как можно раньше? То есть язва может быть, в принципе, ну, таким, нельзя сказать, безобидным, но заболеванием, вылеченным за две недели теоретически может быть, да, такое, но могут быть и последствия очень серьезные. Давайте еще раз просто назовем вот эти последствия. В рак переходит, ну, соответственно, кровотечение. Кровотечение и перетали. К сожалению, да. К сожалению, нередкие случаи летальных исходов, вот. Особенно это касается пожилого возраста. Спасибо большое вам за консультацию. Можно не лечить насморк, он пройдет сам. Можно не лечить гастрит, он вряд ли пройдет вообще. Но язву лечить надо, чтобы не оказаться в пиковой ситуации где-нибудь в лесу, на море, когда понадобится экстренная хирургическая операция. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин